В детстве все прошло на Волге, во все времена провинциальном городе Сызране, далеко от моря. Над кроватью висела карта мира, и на ней были нарисованы все эти замечательные страны, которых очень хотелось повидать. И это была первая вещь, которую я видел, открывая глаза утром, и последняя, когда я засыпал. Я эту карту очень любил, я ее всю совершенно изучил. Вот меня можно было спросить посреди ночи, какая столица у Парагвая, я бы сказал немедленно. Вот эта карта, она была большой частью того, что потом произошло в жизни. Я ее вижу до сих пор. Во сне я ее вижу иногда, иногда, когда просыпаюсь утром. Я ее помню. С этого началась мечта, когда-нибудь увидеть эти страны, когда-нибудь стать капитаном. Но так не получалось. Дальше было все как обычно. Я закончил школу, пошел учиться в институт. Я стал морским портовым инженером. И потом практически всю жизнь работал на море, на разных берегах. Я обследовал морские сооружения под водой. Сам, лично. Ходил под эту воду и смотрел. И вот бывало, я уходил под воду, смотрел то, что мне надо, и делал какие-то измерения там. А когда я выходил из под воды, первое, что я видел, это лицо пограничника, который смотрел, где я. Не уплыл ли я в какую-нибудь Турцию или Финляндию. Вот эта моя работа, она впервые физически меня поставила перед этим барьером, которым был в Советском Союзе возможность для обыкновенного простого человека увидеть какие-то страны другие. Понятно было, что это можно было сделать, только уехал из Советского Союза. В 1975 году я уехал в Израиль. Очень-очень быстро начал там профессионально работать. Одна из первых вещей, которую я сделал, я пошел в капитанскую школу, учиться на этого капитана. А потом я уехал в Америку. Главное, по профессиональным причинам. Лет через пять, после того, как начал работать с американским инженером, я накопил достаточный денег, чтобы купить старую лодку. Я точно знал, для чего я ее покупаю. Это те лодки, на которых люди ходят далеко. Я как-то утром встал, и я понял, что время мое уходит. Я уже совсем не молодой. В 73 уже надо решать, или я когда-то увижу эти атоллы, или нет. И я решил, что я хочу их увидеть. Мы вышли в свое первое трансатлантическое плавание из Марины в Эсшоу, здесь, в Нью-Йорке. Нас было четверо. При этом никто никогда в океане не был. Это было очень страшно. Выходить в океан, не зная о том, что там будет. Наше путешествие заняло 4 года. Это действительно круг вокруг света, как Магеллан. Ну, первое пересечение Кватера – это всегда, в общем, такое. Актеры в России любили говорить «волнительный момент». Момент был действительно волнительный. Все бросились, значит, фотографировать на мониторе в строчке широта одни нули. Когда я сам себя спрашиваю, зачем я ходил вокруг света, и зачем я иду в море, для меня вхождение по морям и океанам – это прийти в новое место. А прихожу по своей воле. Я решаю, куда мне идти. Идти или не идти. А когда наступает ночь, и вы стоите в свою ночную вахте, и никого вокруг нет, и никто ничего не варит, и лыбу не ловит, вы думаете о своей жизни. О своем далеком прошлом. О своем детстве. Об этой карте, на которой был нарисован этот океан, и на котором тогда, когда вы смотрели на эту карту, вы, конечно, думали, что, может быть, когда это будет. А потом был целый такой кусок, период жизни огромный, когда вы знали, что этого не будет, и не будет никогда. И тогда мир мне казался огромным. А сегодня, вот когда мне 82 года, и я прошел на своих лодках 72 тысячи миль, и этот шарик представляется мне очень маленьким. Новой Зеландии. Очень прохладное место. Две недели вы попадаете в тропики. На парусной лодке от Нью-Йорка до Карибского моря две недели. Всего. Никакого разочарования по этому нет. Это просто очень удивительно. Это удивительно. Вот то, какая земля маленькая, оказалось очень удивительным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова